Долгая дорога к знаниям. В Петриковском районе так сложилось, что нескольким ученикам приходится добираться до школьного автобуса почти 10 километров. Пока местная власть находится в поиске водителя для подвоза, родители ежедневно ломают голову над тем, как доставить детей в школу и вернуть их домой. О тернистом пути. Материал Александра Добрьяна. 6.40 утра. Для десятиклассниц Светы и Вероники так начинается ежедневная дорога к знаниям. До школы 20 километров. И первые 9 из них сегодня они проедут с отцом Светы. Родители девочек каждый вечер ищут и договариваются, кто подвезет детей к школьному автобусу. Иногда приходится, если не успеваю, или что, приходится кому-то звонить, чтобы кто-то поехал с третьим забрал. В первой четверти школьный автобус забирал детей прямо из родного Грабова. Но после увольнения водителя грабовский маршрут временно разделили между автобусами двух ближайших школ. Чтобы никто не опаздывал на уроки, девочек теперь нужно подвозить в соседнюю деревню. Пересадка на автобус ровно в 7.05 и никаких опозданий. Света и Вероника приходят в школу первыми. До звонка на первый урок в полтора часа. Это время девочки посвятят повторению домашнего задания. В школе нравится учиться. В основном нравятся предметы биологии, географии и русский язык. Желание учиться и получить высшее образование, казалось бы, повод для родительской радости. Но мама Вероники сознается, если бы изначально было известно о проблемах с автобусом, то дочь уже училась бы в колледже. В семье Шостовец трое несовершеннолетних детей. Я звонила в отдел образования, все в Петриков. Все нам обещали, что потерпите, что-нибудь изменится. Потерпите, но вот потерпели, что автобус только доходит до соседней деревни. Десять километров мы возим с вами. Уже третий месяц. И в школе, и в отделе образования о проблеме знают. Родителям уже предлагали сменить школу. В другом направлении легче организовать подвоз. Данный вопрос находится на контроле, не снимается. Дано объявление и в средствах массовой информации по поводу поиска именно водителя в отделе образования, спорта и туризма для Комаровской средней школы. К водителям школьного транспорта всегда высокие требования. Категория Д, минимальный двухлетний стаж и, конечно, отсутствие нарушений в талоне. В географии нет понятия края земли. Однако жители деревни Грабов уверены, он все же есть. Даже обращаясь к нам на прямую линию, они говорили, что живут очень далеко. Так далеко, что даже школьный автобус не доезжает. Ситуация в Грабове неоригинальна. С однологичной проблемой к нам обращались и жители Калинковичского района. Правда, пока местная власть ведет поиски водителя, школьницы продолжают идти непростой дорогой знаний. Каждый будний день в 6.40 утра. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.